почти целый день с 11 до пол шестого вел учением духовное воспитание и нет сегодня посвящая эту трансляцию меня спросили пастор опять идет дебаты насчет того можно ли потерять спасение и что если человек допустим пришел богу и потом сознательно ушел от бога можно ли потерять спасением поэтому я хочу вам сказать что эти дебаты уже идут много тысяч лет и об этом уже очень много спорят но я хотел бы сказать мою позицию как я это все вижу первое одно из главных моментов мы должны понимать что что такое спасение спасение то тайны и вот в принципе когда человек принимает спасение мы не знаем когда он вышел в покаяния в церкви когда его призвали или когда вам дома помолился я часто сталкивался с такими моментами что иногда человек помолился а потом ходя год церковь для него дошло то, что истинное спасение. Что такое истинное спасение? Говорит, вот тогда, через год только я по-настоящему покаялся и понял, что Иисус действительно есть Христос. Некоторые люди до них доходят позже, до кого-то раньше. Но Писание говорит, что спасение – это дар. И в Ефесянам 2 глава написано, «Благодатью вы спасены через веру, а сияние от вас – это Божий дар». И вот что такое дар? Дар разве можно забрать? Дар жизни. Что такое дети? Это дар. Есть дети хорошие, есть дети плохие, но если они есть дети, то хорошие или плохие они твои дети. Отказываются, прекращают ли твои дети быть, если они непослушные? Прекращаются ли они быть твоими детьми, если они преступники? Прекращаются ли быть? Нет, они непутевые дети. И поэтому спасение – это тайна. Поэтому Писание сказано, что каждый человек спасается не по желанию плоти, не по желанию крови. И в Евангелии от Иоанна 1.13. Но по желанию Бога. И вот Бог дает человеку спасение. И человек принимает его. И он рождается свыше. А то, что он начинает грешить, давайте приведем примеры. Давид осознанно грешил. Соломон вообще далеко ушел. Он их капище строил, храмы строил, поклонялся им. Он вообще забыл Бога. Но в конце жизни, если вы почитаете книгу «Экклезиаста», он сказал, что все решил испытать. Но в итоге, что сказал? Бога бойся и заповеди его храни. Вроде бы отступал, надолго отступал. Но все равно мы видим, что у него были отношения с Богом. Но к концу он опять пришел к Богу. И Бог его не отверг. Поэтому лично моя позиция заключается в следующем. Первое. Спасение – это тайна. И мы не можем сказать, когда человек по-настоящему родился свыше. Но Библия учит нас, что если верует в Иисуса Христа, что он есть Сын Божий, то он становится чадом Божьим. Но в нем должны произойти внутренние перемены. Конечно, когда человек спасается, мы должны всегда понимать, в нем рождается новая жизнь. И в Иоанна 5,24 написано, «Всякие верующие, что Иисус есть Христос, на суд не приходят, но перешел из смерти в жизнь». То есть вот эта тайна, когда человек понимает спасение, она непонятна многим. Это не какая-то мистика, что человек, допустим, прочитает какую-то молитву, и все, он спасен. Это внутренняя вера и внутреннее рождение. Я вчера проповедовал, и один парень, так вот как веровать? Исполнять заповедь его, верить в слово ему и веровать? Я говорю, да, но надо еще родиться от Духа. Он говорит, ну а что такое родиться от Духа? И вот я вижу, что многие люди не понимают, что такое духовная жизнь. Но если взять, допустим, экстрасенсов и колдунов, они понимают, что такое Дух. То есть они понимают, что есть слова, которые руководят нашей жизни, но есть еще за словами Дух, который оживотворяет эти слова. Поэтому нужно родиться от воды и Духа. И вот я вижу, что он не понимает еще. Я пытаюсь объяснить, но он не понимает. Поэтому я даже не стал его приводить там, давай помолимся, молиться в покоение. Почему? Потому что я знаю, что ему надо проповедовать, проповедовать, проповедовать благовесть. Пока ему не откроется. И вот когда откроется, когда Бог откроет его сердце к разумению Писания, ну, как Лидии, тогда произойдет именно вот это рождение свыше. И почему надо создавать течение слова? Потому что многие люди не понимают. Я говорил, что есть, учил, что всегда есть в церкви четыре типа верующие. Неверующие и колеблющиеся. То есть неверующие, это те люди, которые еще до конца не понимают глубину Писания. Но у них есть желание слушать. И они открывают двери, чтобы слушать. Ну, еще, как вот вчера один парень говорит, я православный верующий, но я верю, что все дороги к Богу можно пройти через ислам, можно пройти через буддизм. И видно, что он верующий, который неверующий. И ему надо постоянно нести благую вещь, чтобы для него открылось, что только один путь, одно спасение, только есть одно имя, через которое мы приходим к Отцу, только есть одно имя, через которое мы спасаемся, Иисус Христос, это Бог, который стал плотью. И понятно, что утверждать, что он сейчас спасен, ну, это как бы вот так вот. А есть колеблющиеся, то они верят, то они не верят. И поэтому их всегда надо же отворять. Но второе вот, поэтому, исходя из этого, первое, мы должны понять, что спасение это тайно, и ни один человек не может сказать, когда именно четко человек спасен. Ни один богослов всегда вам это не скажет. Второе, спасение это дар. И если человек получил дар, и рожденный свыше, и это, то у него проявится свидетельство, рожденный свыше, и я, наверное, во втором выпуске расскажу эти свидетельства, что мы видим, что человек действительно родился свыше. Третье, если человек уходит от Бога, уходит из церкви, то мы должны прекрасно понять, в истории, в Библии было очень много историй, когда кто-то уходил от Бога, но они все равно продолжали оставаться Божьим народом. И 1-го конец, в 3-16 написано, «Вы есть храм Божий, и Дух Божий идет в вас». На 17-й стих описывается, «Кто же заедет храм, того покарает Бог». Поэтому если, вот у меня сын, я его люблю, но когда он начал чудить, он получил просто ремня. То есть, поэтому Бог нас любит, но если мы начинаем чудить, он покарает нас, он покарает нас, он накажет нас, он все равно примет участие. Поэтому я часто говорю, если человек не хочет слушать пастора или человека, который послал Бог учить его, то Бог будет учить через жизнь. Вспомните книгу Иакова, ну, «Человек Иаков», книгу Иакова, что 20 лет он был обманщик, не хотел менять свою сущность, но через 20 лет он был сокрушен, когда попал в тупики, и в итоге через него родились 12 апостолов. Представляете, через него 12 патриархов родились, хотя он 20 лет, любя Бога, жил неправильной жизнью. Поэтому не наше, как бы, дело, говорить, этот спасенный, спасенный, но Писание говорит о том, что у Отца есть разные дети, и есть послушные, есть непослушные. Поэтому он будет работать со всеми. Тот же Соломон, еще раз говорю, тоже чудил, и чудил всю жизнь. И я всегда повторяю о том, что, важно не только иметь веру во Христа, веру в Бога, но надо иметь правильную веру, потому что мы можем прожить всю жизнь, и к концу жизни прийти к поражению, и понять, что мы прожили верующую, бесполезную жизнь. Почему? Потому что мы жили не по воле Божьей, не исполняя волю Божьей, а жили, в принципе, для себя, для своих похотей. И наша внутренняя запечатленка не изменилась. И мы оставили право, и мы видим, что наши дети, они даже Бога не любят, или вообще ушли вообще далеко от Бога. Поэтому для себя вы, лично я вижу так, что в жизни вижу, что спасение человек теряет, когда он ушел от Бога, потерял, он сказал, я не хочу быть с Богом, и руководствуюсь собой Божьей волей. Рыба как выйдет из воды, или дерево земли. Но если человек спасся, и Дух Божий живет в нем, и он начнет грешить, то я вам скажу, что самые несчастные люди, это верующие, рожденные свыше, которые грешат. Почему? Потому что они уже не получают такого удовольствия от греха. Потому что всякий раз, когда они грешат, совесть их не осуждает. И поэтому, как Павел сказал, бедный человек, чего хочу делать, не делаю, чего ненавижу делать, делаю. То есть он мучается внутри. И Писание говорит, что знаете, что никакой блудник, там, лихо неимится, да усудит Царство Божие не наследует. То есть верующий, который грешит, он не имеет внутри себя праведность, радость и мир. И это мучение, потому что он знает, что такое иметь мир с Богом, быть праведным человеком, и иметь радость в Духе Святом. А тут он потерял, потому что Дух Святой не дает ему эту радость. И он пытается от внешнего наполняться. Вот примерно все, что я хотел сказать. Пишите, задавайте вопросы. Постараюсь вам на них ответить. Всего вам доброго, хорошего дня. Совершайте течение слова. Открывайте горницы. Постоянно на эти люди, которые вокруг вас. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин, автор субтитров А.Семкин, А.Семкин, И,